Добрый вечер. У нас с вами на глазах, ну хорошо, что не на руках, умирает японская компания Mitsubishi. Умирает, причем достаточно заметно, как по фильму Чапаев ухи просит. Умирает она на самом деле уже достаточно давно, просто это было не так очевидно. И как раз фирма Mitsubishi, она попала в тот момент к нам в объятия, когда мы замечательно всей страной генерировали легенду о непогрешимости японского качества. Мы как раз и на Mitsubishi тоже выплеснули часть своего обожания, такого вполне себе языческого, с поклонением, плясками и попытками натереть ерилу каким-нибудь медом или елеем. Приятно, конечно, было оказаться в роли таких вот людей, которые, представляете, только высадились на русский берег, еще даже бусами тряхнуть не успели, а к ним подбегают аборигены, хватают за грудки и с придыханием, тихо побрызгивая слюной, начинают кричать. Японское качество! Настоящее! Такие машины! Это же супер! Японцы, конечно, они слегка обалдели от такого подхода, но обрадовались приятно, когда так тебя встречают. И, конечно, в биографии Mitsubishi огромную роль сыграло то, как на них в качестве невероятной просто идеальной синей птицы счастья вдруг обратила внимание одна из на тот момент еще только-только зарождающихся дилерских организаций под названием роль, которая, в итоге, конечно, сыграла самую серьезную роль в спасении на нашем рынке, со временем ставшим приоритетным, серьезным и масштабным рынком. Причем на тот момент, когда только-только Mitsubishi к нам шагнула, она пришла через торговый дом. И торговый дом, естественно, это такая крепость, где в условиях колониального невыживания практически нет никаких перспектив. И, в общем, все японцы потому и отказались от работы через торговые дома и начали открывать официальные филиалы, фирмы и представительства по всему миру, не только у нас, что доисторическая схема продажи любого товара через посредников она заводила в тупик. А на тот момент у нас как раз служба внешней разведки, она искала себе официальное прикрытие, там нужно было грамотно сыграть с северокорейской разведкой. Именно вот на этой волне появилась организация под названием ROLF. И, играя в несвойственный КГБ сценарий автомобильного бизнеса, было решение открыть прокатную контору. И эта прокатная контора довольно быстро пришла к пониманию того, что иметь разномарочный парк это очень обременительно, нужно было сделать ставку на кого-то одного. И тогда один чекист пошел к другому чекисту и сказал, слышь, коллега, ты там, пожалуйста, быстренько организуй здесь все как надо. И это все как надо как раз выпало перышком абсолютно синего цвета, птицы цвета ультрамарин на Mitsubishi. Mitsubishi в нашей стране получил очень серьезную поддержку, замечательно совершенно начал играть в автомобильную игру. И очень долго именно на примере Mitsubishi ROLF показывал правила цивилизованной игры, за что ему большое спасибо, потому что в нашем диком совершенно рынке вот этого становления нормальных цивилизованных правил было практически по нулям. Кто-то должен был начать, кто-то должен был показать. И хорошо, что ROLF тоже очень грамотно этому всему учился. И в итоге, помните, как, например, в свое время подорвали наш рынок, когда можно было запросто пойти и купить себе иномарку с облицательным сочетанием потребительских свойств. Вот коробка, автомат и кондиционер. Ох, когда ROLF это сделал на примере Lanser, как это заиграло. Это было здорово, там, сколько, 13-14-15 тысяч долларов. По тем временам это было очень неплохим предложением. Но все это происходило на фоне кончины фирмы Mitsubishi. Кстати, японцы произносят ее Mitsubishi. И они вот пришипетывают на этом слове. У нас как-то вот CCP и Mitsubishi, они так вот сыгрались, что теперь уже фирма Toshiba, которая пишется практически так же в английской транскрипции, идет через Ш, а Mitsubishi через С. Фирма Mitsubishi, она подыхает и как подводная лодка тихо ложится на грунт уже в течение, наверное, двух десятков лет. У нее был, конечно, период расцвета, но в свое время в биографии этой компании появился один очень толковый управляющий, который сразу понял, что, в принципе, модель-то не очень жизнеспособна. И он начал играть в международные альянсы. Мы это не застали, когда в конце 70-х годов Mitsubishi была в том числе филиалом Крайслера. И это было очень здорово, потому что опора на Америку, на тот момент рынок номер один, блистательно помогла фирме. Потом у Mitsubishi было очень много интересных альянсов. Они играли с Volvo, они играли с Mercedes. Причем с Mercedes они заходили дважды. Первый раз в конце 80-х, когда они делали коммерческую линейку совместную, потом, когда они начали мастерить смарт. Один из смартов был как раз тот самый неудачный четырехдверный, сделан на платформе Mitsubishi Kolt. Был очень любопытный период, когда они учили корейцев делать машины. И фирма Hyundai, она в том числе становилась как серьезный производитель автомобилей, опираясь на опыт их технологии Mitsubishi. И национальный производитель автомобилей фирма Proton из Малайзии, она тоже как раз начинала с того, что собирала ланцеры лицензионные. То есть Mitsubishi, она очень по-крупному играла. Это было здорово, это было мастерски. И машины у них были очень интересные, потому что мы, например, еще застали ту самую Mitsubishi Sigma, глядя на которую. И родилась тогда еще в отношении только Mitsubishi. Вот эта вот наша русская с придыханием поговорка о том, что Mitsubishi это японская BMW. Сейчас японская BMW называют уже Honda, забыв про Mitsubishi. А изначально к ней это имело отношение. Потом пришел еще Diamond большой, шикарный, блистательный, практически тоже недоступный. И он был в основном дальневосточником известен, поскольку делался под правый руль. И даже в Австралии он очень красиво выигрывал по рынку. То есть фирма Mitsubishi, она была такой неоднозначной. Но вот эти все попытки опереться на кого-то, на самом деле, это был уже экономический момент легкого затопления. Не получалось сыграть сразу и во всем, несмотря на диверсификацию в целом консорциума. Потому что есть банк Mitsubishi, есть Mitsubishi Electronic, есть масса других подразделений, причем достаточно жизнеспособных. А вот автомобильное, оно играло, пытаясь к кому-то в объятия попасть и так вот аккуратно перебраться, если можно, на шею, совместно существовать. И каждый раз это заканчивалось ничем. Потому что американцы от них отказывались. GM, в конце концов, от Mitsubishi отказался. Mercedes от них отказался. Volvo от них спрыгнула. И вот эта трагедия, которая тоже совсем из недавнего прошлого, когда пришлось продавать завод в Голландии совместный с Volvo. Там третьим участником было голландское правительство. Завод Netcar, производивший все время Carism. И Volvo, первую сороковку, его же продали за 1 евро. Просто потому, что этот завод нужно было сбыть куда-то. И, с одной стороны, мы с придыханием относились. С другой стороны, компания тонула. И вот несколько последних десятилетий сопровождались попытками реструктуризации и какой-то новой игры внутри компании, которая нам не была видна. Последний план спасения, он помечен был 2004 годом, когда убытки совершенно фантастические в миллиарды иен привели к тому, что нужно было что-то делать. Они пошли по пути сокращения платформ, производства, раздачи заводов, газет, пароходов. Теперь уже на горизонте появилась прибыль. И этого оказалось все равно мало. И объявлено, что отныне компания Mitsubishi перестает заниматься разработкой и выпуском легковых автомобилей. Они оставляют себе только полный привод. И в этом отношении у них полный тупик. Они, конечно, большие друзья Ниссана. И Ниссан их очень сильно поддержал. На внутреннем японском рынке существует совместное предприятие Nissan Mitsubishi. Ниссановцы разрабатывают K-кары. Популярные маленькие японские машинки. Такие гробики на колесах, в которых помещается по сотне японцев торчком. А Mitsubishi является производителем. И вот развивая это сотрудничество, они как раз перешли после новостей. И вот теперь ввиду очень серьезного недомогания фирма Mitsubishi отказывается от производства своих легковых автомобилей. Причем не только производства. Они их разрабатывать не будут. Самая дорогая это разработка. На разработку деньги у них закончились очень давно. Пример тому. Модель ISX это самая плохая машина за всю историю существования фирмы Mitsubishi. Ничего хуже они не сделали. Причем сама по себе идеология была правильная, а на доводку денег не хватило. То есть вот для того, чтобы отшлифовать этот кирпич и получить из него бриллиант, все, иссякли. И теперь, после того, как они провели целое десятилетие в попытках как-то затянуть пояс, они пытаются затянуть у себя на шее еще и веревку. И приходят вот к чему. Партнер, главный, глобальный партнер, на который они сделали ставку Nissan, подкинет им несколько своих моделей. Это будет бэдж инжиниринг, в котором инжиниринга нету, а бэдж как раз по всей лицевой части черепа. То есть по всей физиономии. И если был в свое время грандиозный автомобиль Mitsubishi Diamond, теперь его нет. Но зато будет совершенно неизвестная на японском рынке машина под названием Infinity M. Она, конечно, тоже Nissan, но все-таки выглядит она кракозавристо и несколько нестандартно. И называться она будет Mitsubishi Prodea. Причем она и длиннобазная, и короткобазная, и два разных имени у нее. И она уже потихонечку продается в Японии с логотипом Mitsubishi. Те, кто не в курсе, подозревают, что вполне возможно есть такая машина. Вот она Mitsubishi. А еще у Nissan в совместном владении с Renault и даже немножечко корейцами есть совершенно бесполезный и беспонтовый завод Samsung. Он что-то такое там производит. Мало кому нужен. Делает весьма неудачные модели. Откровенно неудачные, например, Renault Latitude, которая Samsung SM5. И вот именно этот Samsung SM5, он и станет машиной под названием Mitsubishi Gallant. Скорее всего, придет даже в том числе на наш рынок. Вот этот вот тихий ужас, не продающийся у нас никак, потому что он Renault. Может даже отлично начать продаваться, потому что он Mitsubishi. Ведь там же настоящее японское качество. Вот такая вот вполне возможно изящная комбинация. Дальше возникает вопрос, что делать с сегментом C. Вот та машина, которая у нас на сегодняшний день называется Mitsubishi Lancer, она в Японии продается как Gallant, о чем мы, кстати, не знаем. И в сегменте C у них вообще запаса никакого нет, остается только Fluence, он же SM3. Вполне возможно, что они попытаются еще и с ним поиграть, хотя на наш рынок с ним приходить как-то не совсем удобно. И здесь на горизонте появляется какая-нибудь подменная машина из бесчисленных закромов Ниссана. Вплоть до того, что всерьез обсуждается вопрос, а не сделать ли вместо Mitsubishi Lancer машину под названием что-нибудь типа Mitsubishi Tiida. Такое тоже вполне может быть. И для японцев это спасение, потому что они тем самым закрывают модельную линейку легковую, а под собой оставляют только кофемолки, кофеварки, пылесосы и прочую электрическую требуху, считая, что вот это поколение IMF, оно очень перспективно. На самом деле оно не столько перспективно, сколько чудовищно затратно. И вот они смогли внутри себя договориться с банком, с тем самым Mitsubishi банком, о том, что это настолько перспективно, это настолько перспективно, что дайте нам денег, и им дали. Поэтому под собой они оставили только батарейки, вот эти все самобеглые предметы бытового обихода, которые по недоразумению почему-то считаются автомобилем и даже иногда выглядят как автомобили. Не очень импозантные, но так себе уродцы, но же бегают все-таки. Не на каждой кофемолке прокатишься, не на каждом пылесосе верхом уместишься, на этом можно. Они будут над этим работать серьезно, выкидывая деньги на ветер. И самое главное для нас, они оставляют производство и разработку внедорожников. Через год появится новый L200, у него будет рама, у него будет сзади неразрезной мост и у него будет гениальный Super Select. Вот Super Select трансмиссия настолько интересно сделана, настолько правильно придуманная, что молодцы японцы, на это действительно можно делать ставку. Еще через год они попытаются сделать большой Pajero, у них опять ничего не получится, кишка тонка, поэтому Pajero у них, скорее всего, выйдет года через два-через три. А брешь они заткнут новинкой под названием Pajero Sport. То есть тот же самый пикап, причем они показывали уже концепты, очень любопытная машинка под названием L200. На всякий случай они туда инсталлировали некую гибридность. Даже не столько инсталлировали, сколько, выражаясь инженерным языком, вхрячили. И где-то, наверное, в Японии это тоже будет отчасти популярно. Приятно все-таки ведра с гвоздями или с помоями везти в районе предгорева Фудзиямы, ну а где там еще асфальта нет, на полноприводном пикапе, который немножечко даже гибрид. И так или иначе, они остаются в сегменте полного привода. У них есть Outlander достаточно новый, у них есть вот это непотребство ISX, они через год попытаются его заменить на что-нибудь, то есть с нуля создать новую машину у них опять-таки не получится, потому что это очень серьезный цикл доводочных работ. Но хорошо, пусть работают. И они еще вернут на наши рынки Delica. Но если первая Delica, она же L300, это был Pajero с кузовом от микроавтобуса, то нынешняя Delica это Outlander. То есть машина пониже, труба пожиже и дымок так себе. Любопытно опять-таки полный привод. Они будут играться в сегменте полного привода. И вот именно этот сценарий, когда внедорожники, как сильная сторона, остаются в гамме, а легковые машины заимствуются у стороннего производителя, погубил фирму Isuzu. Isuzu в свое время была более широкой по спектру производимых моделей. Она делала много чего. И когда Isuzu поняла, что она не может играть на равных с серьезными производителями, особенно на внешних рынках, где серьезная гамма должна быть, широкая гамма, они взяли и позаимствовали у Хонды весь легковой модельный ряд. И по Европе, и по Америке они пытались продавать машины, где все легковушки были Хондами, но назывались они Isuzu. Они шли гарниром к основному блюду. А основное блюдо это был Isuzu Big Horn, известный в том числе как Isuzu Trooper, и впоследствии как Opel Monterrey. И Isuzu Rodeo, он же в свое время тоже Opel'ем побывавший. И была у них такая залихватская машина Isuzu V-Cross, в первую очередь сориентированная на Америку. И у Isuzu была идея, что вот именно этими тремя блистательными машинами, плюс пикапом D-Max, они и сделают тот финансовый задел успеха, который позволит им со временем как-то уже развернуться, сманеврировать и посмотреть, в какую сторону плыть дальше. Вот именно поэтому они и сдохли. Вот нету ничего от этого. Даже бульем поросло настолько, что могилу не найти. По меру бродит только одинокий D-Max пикап. Он как вот был создан единожды, с тех пор не изменился. Ему уже очень много лет. И у него уже восьмая реинкарнация, или двадцать пятая реинкарнация. И где-то так тихонечко по разным рынкам ползает вот этот Isuzu D-Max, но по большому счету никому не нужный, не интересный и не делающий никакой погоды. Но Isuzu ушла в сегмент автобусов и коммерческой техники, а также грузовиков, где была всегда сильна. И вообще-то Isuzu — это первая японская автомобильная компания. Она, когда дебютировала на рубеже 19-20 века, называлась Isikavajima. И делала в том числе первый японский автомобиль. Но представляете, как вот ирония судьбы и развития привела чередой ошибок их к тому, что они на сегодняшний день практически не играют никакой заметной роли. Были лидерами, были отцами-основателями, практически фудзияму имели в своих руках. До чего деградировали? Ну, как в анекдоте до мышей. И фирма Mitsubishi идет вот этим самым путем. Они сейчас, конечно, затянут пояс. Они породили двух чудовищных совершенно кракозавров. Это Mitsubishi Mirage и на его базе такая же штуковина под названием Sedan. Они сделаны по китайскому методу, то есть рубанком по пластмассе при помощи паяльника и покрашенной кисточкой. И только для Индонезии и Таиланда. То есть считается, что обнищавшие пролетарии этих двух несчастных стран, они будут с восторгом кататься на настоящем японском качестве, который, собственно, там же и будут сами для себя производить. Получается сегментирование. Из Америки вышибли. И, кстати, американцы говорили, что скоро это накроется медным тазом. Продажи упали, вылетели. Из Европы вылетели. И осталась только Россия, Юго-Восточная Азия. И при этом еще попытка на Ниссанах поиграть в легковое производство. Все в целом это не внушает серьезных надежд на выздоровление клиента. Эта подводная лодка вполне возможно, что больше никогда не всплывет. Это очень жалко, потому что для нас это серьезное было подспорье. Митсубиси со своей внедорожной гаммой — это успешные машины. Да и, в общем-то, легковушки. И девятый Лансер, который не ломался, был, конечно, не красавцем, но, по крайней мере, прочным и надежным. Десятый, да, похуже. Было понятно, что с голодухи его делали, но хотя бы внешность ему угадали. Во всем остальном, вот это метание, оно будет еще какое-то время держать на плаву. Но, а, собственно, какие перспективы? У них есть еще одна перспектива в нашей стране, играя дальше с Ниссаном, оказаться на конвейере автоваза и производить там какое-нибудь непотребство, вот типа этого чудовищного Датсуна. Ведь Датсун для нас — это будет такая автокефальная штуковина, сделанная из нашей калины. То есть на калину навесят логотип Датсуна, и будут говорить, что это настоящее японское качество. Но туда же, в эту струю можно впрыгнуть и Митсубиси, потому что Ниссан — это главный стратегический партнер компании. И, может быть, через какое-то время на издыхании, а, может быть, наоборот, на подъеме, мы с вами потихонечку получим еще что-нибудь Митсубисевое производство автоваза. Сказать, что это прогресс, ну, это было бы большой натяжкой. Но в качестве одного из промежуточных вариантов спасения, такая кислородная подушка, да, вполне может быть. Но лично мне очень было бы жалко, если бы фирма погибла. Вопрос для голосования. Жалко Митсубиси? 5533А. Ответ — да. Тем, кому не жалко Митсубиси, да пусть задохнет. 5533 — русская буква B. Еще раз. Вот если вдруг в результате всех этих реформ затягивание пояса и петли нашей фирмы Митсубиси исчезнет, прекратится, похоронив с собой в том числе внедорожники, любимые в нашей стране, нам будет ее жалко. 5533А. Да, пусть помрет. 5533Б. Нашлось, шевелится 8 баллов. Мейл.ру не шевелится 9 баллов, все уже приехали. 6510996 поговорим. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вопрос такой. Сейчас продаю Мазда у меня БТ-50. Ух ты. И вот хочу взять микроавтобус, съездить в Германию. Volkswagen-транспортер, вот рассматриваю, Ford Transit. И если придется, старайся, потому что их мало бывает. Да, старайся вы там уже не найдете практически. Уже нету. Вы уже как-то знакомы с рынком Германии? Вы уже предварительно поглядели, что там и как там? Да, да. Я ездил 3 месяца назад именно посмотреть. Ну, там примерно от 11 до 14 тысяч евро. Ford Transit можно взять и подешевле. Volkswagen-транспортер. А что там с пробегами? Что на спидометре у этих машинах? На спидометре у них получается 50, 70, 80 тысяч. Вот так. А где вы такие машины нашли? У официального дилера на площадке? В общем, у дилера на площадке. У официального дилера Ford стоит транзит во дворе, у которого на спидометре 50-60 тысяч километров. Да. А он турок или поляк, этот официальный дилер? Ну, я точно не знаю. А откуда, получается, немец сдал машину с пробегом в 50 тысяч и, видимо, в трехлетнем возрасте, недоездив и, по большому счету, даже толком не заработав на лизинговой схеме, по которой ее убрал, и тем более разорившись на кредите? Это с какой стати произошло? Вам не объяснил, дилер? Да, ну, значит, это скрученный, что с дилер. Конечно. Причем очень сильно, потому что найти в Германию машину с пробегом, коммерческую машину с пробегом меньше 200 тысяч, а вы, судя по всему, нашли россыпь. То есть вы пришли, а там у дилера, ведь он был, наверное, не один с таким пробегом. Да, там их стояло 3-4, вот так вот. То есть в Германии вдруг что-то массово произошло с немцами. Они, видимо, обезумели. Вот эти вот жлобистые немцы, которые взвешивают каждый грамм сливочного масла перед тем, как нанести его на хлеб, и перед тем, как пойти в туалет, смотрят, сколько туалетной бумаги себе отмотать, они вдруг решили, а что это? 50 тысяч? Да ну, старье! Слушай, как я буду перед ребятами смотреться, да, когда машин старый? Подумаешь, 50 тысяч. Слушайте, Виктор, вы нашли какую-то невероятную грядку. Я думаю, что если вы настучите в полицию, как честный немец, вы удивитесь на то, с какой скоростью этот дилер переедет в тюрьму вместе со своим товаром. Потому что я никогда не поверю в 50 тысяч пробегов Ford Transit в Германии, да еще массово. Не бывает такого. Вот не бывает. Стоит сюда ехать из машин? Вот к этим ребятам уже нет. Да, да. Но если ехать, Виктор, если ехать, то трясти биографию, смотреть в том числе страховую историю, сколько было ДТП, потому что мало ли, вдруг они все упали утром с автовоза, утонули и 50 тысяч проплавали по дну Боденского озера, а потом выплыли, хрюкнули, добежали до дилера и там начали продаваться. Понял. Сергей, вопрос такой еще. Вот сейчас вышло Peugeot Expert. Как вы найдете? Подскажите, пожалуйста. Peugeot Expert это та самая машина, которую мы так и не поняли, будет она у нас серьез или нет, и откуда она взялась. Это минивэн. Это то самое, что у них называется 807 Peugeot. То есть это среднеразмерная машина. Боксер он больше, а TP он меньше. И в Европе он очень хорошо и грамотно себя зарекомендовал, особенно в том числе, потому что у него классные дизеля. То есть знаменитые на всю Европу дизеля. Ну, эта машина будет бояться перегруза. Если вы попытаетесь в нее впереть столько же, сколько обычно в транзита, она побрет. Во всем остальном это очень правильная машина, и это серьезная недоработка московского представительства Peugeot. Ну, московское представительство Peugeot, оно, в принципе, живет нелогично и поступки совершает странные. Поэтому ничего удивительного, что такую полезную машину, как эксперт, они к нам не возили. При том, что, например, в Белоруссии там коммерческих машин целых четыре. Там есть еще машина на полступеньки ниже тем, чем партнер TP по грузоподъемности. А у нас, по большому счету, только один боксер. Ну и TP-шка. Илья, здравствуйте. Олег, здравствуйте, Сергей. Спасибо за передачу дежурную. Спасибо нам. Дежурную, пожалуйста. Спасибо вам. Я хотел попросить слушателей, которые дозваниваются, все-таки приглашают звуки приемника получше, отвечать. Потому что, конечно, когда такое эхо очень тяжело слышать. Да, это странно. Но они просто, видимо, ошарашены восторгом. Да. Что касается Митюби, с вами проголосовать не могу, но если можно высказать все мнения, я считаю, что смерть любой автомобильной марки, тем более имеющей какую-то историю, то есть я не говорю про какие-то новоделы, которые появляются и исчезают. Но это, конечно, плохо. Потому что чем больше предложений на рынке, причем не больше инжиниринга, а именно реальных машин, реальных конструкторских мыслей, тем лучше. Потому что стоя перед выбором машины, в определенном ценовом диапазоне, с определенными требованиями, я столкнусь с тем, что, а, пардон, а выбирать не из чего? Да. Нет, конечно, когда есть 3 миллиона, то выбор велик. А вот когда не 3, а сумма, допустим, в 2 раза меньше, и есть определенные запросы, то это уже становится проблемой, потому что в разных марках, в эджинжиниринг, и те же, как говорится, яйца только в крови. Но, Илья, вы же заметили по нашей программе, что регулярно звонят люди, у которых есть 3 миллиона, они точно так же мучаются, не могут выбрать, и те, у кого есть 5 миллионов, они тоже... Как же так? Ну что купить-то 5 миллионов? Да прямо и купить-то нечего. Как раз именно, на мой взгляд, это из-за того, что идут объяснения, идёт бэджинжиниринг, идёт укрупнение, модульность, и как-то это, конечно, скучно. Для нас, как для предпринимателей. Ну, мы не являемся владельцами Кибиши, поэтому их деньги не видны, как их... Ну, они же всё-таки могилу себе копали очень давно, и у японцев это принято в том числе, выкапывание себе захоронения, в силу того, что они сориентированы на внутренний рынок, и они думают, что мы добьёмся здесь стабильного успеха, удовлетворим своего самого любимого, трепетного и придирчивого клиента, придём в Европу или на любой другой рынок и одержим победу. А рынок настолько другой, что никак не получается, и особенно во внешности. Ведь Митсубиси сколько раз проиграла именно из-за дизайна. Японцы проигрывают из-за... Внутри Японии это убожество считается эталоном. Они приезжают к нам, как третий Паджеро, например, проиграл на всех рынках. Ведь второй Паджеро был молодцом, четвёртый, который является рестайлингом, молодец, а третий урод Кракозавр похоронил продажи, и тут же похоронил продажи урод Голланд, а переделывать его уже было поздно. Пластическая операция опоздала. Но Голланд, они по-пространению американской, чисто заточенные под американцами машины, чтобы купить все рынки остальные, завоевать. В этом тоже и была штука. Голланд был, который, последний Голланд был сделан явно вот так. Да, так он и выпускался там. И тем не менее, когда они приехали с этой машиной к нам, ведь они очень серьёзно потратились на то, чтобы этого американца как-то всё-таки попытаться адаптировать под нас. Ведь вплоть до того, что они ему сзади раздвинули лонжероны, изменив штамповку днища, чтобы впихнуть туда полноразмерную запаску под нас. Представляете, какие-то затраты. И не помогло, потому что одно дело блистательный Даймонд, который был великолепен по дизайну и смотрелся шикарно на всех континентах, даже в Австралии, где, в общем, Митсубиси нафиг никому не сдалась, он был привлекательной машиной. Он свой рынок там имел, свой процент. Даймонд и Сигма, они, к сожалению, тогда ещё к нам не поставляли. Да. А, конечно, это были бы хиты. Да, а Сигма-то какая была? Универсал, трёхлитровый. Какие машины, да. Хотел, честно сказать, согласен с вами по поводу предыдущего звонившего, что Тежо 807, которая в Европе, ну, в пик сезон, скажем так, достаточно успешно продаётся, у нас её почему-то нету, глобально нету. Вот это, конечно, большой прокол. Из-за мотора. Знаете как, пижошники, они же самые умные на свете, ну, любой француз, он по определению самый умный. Когда Пижо к нам притащил сюда 807-й, после рестайлинга, они на него назначили цену чуть-чуть дороже, чем Прада. И очень удивляюсь, а что тут никто не берёт? Такая машина в натуре клёвая. А народ вертел пальцем у виска и говорил, вы конкурентов-то видите. Да ладно, да какие там конкуренты, мы французы. Нет, знаете ли, Прада-то получше будет, чем 807-й. И, кстати, вот заметьте, что концерн ПСА, конечно, он поувереннее держит нога, чем Митсубиши. Но, насколько я слышал в последних новостях, у них тоже огромные проблемы. Закрытие заводов, базы, долги. Так что, я думаю, очень не хочется, очень не хочется, уважаю марку Пижо. Но сам концерн ПСА, на мой взгляд, тоже через некоторое время мы услышим очередные новости об обеспечении, слиянии, покупке, продаже. Вот на сегодня концерн ПСА держит во Франции второе место после Францтелекома по количеству самоубийств среди персонала. Потому что они сокращают людей, там, два года до пенсии остается пинком в зад, ущемляют их по выплатам, народ выбрасывается в окна. Кризис. Завод в Англии они закрыли. Сейчас они вот не знают, что делать с этим калужским предприятием, когда два полумертвых, то есть хромоноги Митсубиши, оперся на хромоногих ПСА. Сделали завод в Калуге. Сейчас французы мечтают от этого завода избавиться, не могут. А Митсубиши тоже не покупатель. У него денег нету на все на это. И вот этот альянс полноприводных машин, который 4007-го породил и 4008-го, он ведь тоже ни к чему не привел. Седьмой свое отыграл, а восьмой на базе АСХ. То есть такой же покойник, тоже никому не нужный, в том числе и за ценника, потому что французы, настоящее французское качество туда вдохнули. И в результате получается, ребят, у вас везде смерть, вы по кладбищу бродите, в какую ямку упадете. И жалко, и из-за истории, и из-за технологий, потому что у Пежо вышла спасительная модель 508, да только опоздала. У Митсубиши вот вышел четвертый Паджеро, да только опоздал. И если мы расстанемся с этой блистательной фирмой, у которой есть Суперселект, равных которому нету, это будет очень большой потерей для рынка, очень большой потерей для клиентов. Да. Будет жалко. Или не так. Кстати, Илья, удивительно, но голосование показывает, что 23% слушателей Финамо полагают, что туда ему собаки-собачья смерть. Пусть помрет Митсубиси. Ну, может быть, просто эти люди не совсем понимают сущность вопросов. Может быть, им все равно, каким щельдиком, какая машина. Не все любят автомобильные истории. Кто-то считает, что автомобиль это просто кути железа за большие деньги. Я бы не очень доверялся к этому вопросу. Но это мое личное мнение. Ну, тем не менее, 23% говорят, что пусть помрет. Я как раз на стороне 76%, который говорит, не надо, не надо, живем. Давайте попробуем, давайте еще хоть что-нибудь, чем помочь, скажите. Ну, кроме как из моего кармана. Потому что была бы это наша контора типа АвтоВАЗа, мы бы с вами, Илья, уже платили бы в три конца. Подождите, мы бы вообще жили бы ради этого завода, как мы живем ради АвтоВАЗа. Да, АвтоВАЗ это наше все, вместе с Пушкиным и Путиным. Поэтому у нас вариантов нет, должны кормить. Обязаны. Сергей, хотел бы уточнить у вас. Не успеете. Успею, еще полминутки. Хотя бы два слова. Kia Sorento 2013 2.2 турбодизель. Великолепная машина. Но бойтесь ее, потому что по полному циклу ее начали делать теперь на Автоторе в Калининграде. Со сваркой и окраской. Да, со сваркой и окраской. Поэтому, если вы хотите себе Sorento, хватайте немедленно то, что там есть. Оно тоже калининградское, но на подсборке. Это все-таки крупноузловая. А так уже все полностью наше будет. Перерыв на новости. Наш лось мужественно держит сжатыми зубами свои неподкупные 8 баллов. Мейл.ру. Все, совершенно спокойно. Движения нет. 10 баллов. Магомед, неужели это вы? Добрый вечер, Сергей. Да, это я, несмотря на глюки телефона, все-таки прорвался. Завсегдаты нашего эфира, Магомед. Предчувствую приятную беседу с умным человеком. Мне очень приятно ваше мнение обо мне. Мне действительно крайне жалко, что Митсубиси может пропасть. Потому что это люди, которые разработали в моем понимании, да и не только в моем, насколько я помню, идеальный климат-контроль. Не эти крутилки, в которых не разберешься, которые сейчас везде все пихают, в том числе даже Митсубиси. А вот в прошлых Галантах, в Лансерах, в том же ФТО, которое у меня было в том же ВР-4 Галанте, был идеальный климат-контроль в качестве управления. Там можно было в любой скорости закрытым глазом и выбрать тот режим, который нужен. Эх, ну я-то не люблю кондиционер, мне это все бесполезно. Но вот, например, Супер Селект и вообще полноприводная работа этих людей у меня всегда вызывала большое уважение. ВР-4 Галант это вообще среди полноприводных легковых автомобилей это идеал. С задними колесами, которые тоже рулили. Ну, это уже другой вариант ВР-4. Вот это, кстати, к сожалению, у него были проблемы с обслуживанием. Еще бы. Он был как космический корабль. Это то же самое, что наш Буран обслуживать. Два человека на всю планету. А вот в плане управления это была идеальная тоже машина, потому что это чуть не единственная машина в своем классе, которая разворачивалась в рамках полутора полос. Можно было на месте развернуться. Несмотря на полный привод. Но ведь, казалось бы, очень сложно. Но, с другой стороны, насколько же гениально это было все реализовано? Да, да, да. А их движки Асерия, 6-цилиндровые, это же не двигатели, это произведение искусства. На ФТО, которая двухлитровая, 6А12, 200 лошадей, просто без наддува, без всего. Просто за счет регулируемых фазов пуска и выпуска. И они, кстати, Митсубиси была одна из первых, кто, в принципе, эту технологию изменения в фазах. И причем, когда Митсубиси ее уже освоила, именно Митсубиси стала как раз тем донором идей, откуда пошла сейчас гениальная поросль моторов у Хёнде. Хёндешники именно у Митсубиси, они их легально позвали к себе на работу и сказали, давайте вместе. И часть моторов, о чем сейчас об этом все стесняются говорить, но они были как раз разработки Хёнде Митсубиси. Да, да, да. Очень так же и знаменитая VVTi Toyota растет из Митсубиси, так же, как и в Теку Хонда. Двигатели просто... Это песня, это не двигатели. А вот по дизайну, да. Проиграли? Да, дизайн и маркетинг убил Митсубиси. Маркетинг — это был просто последний гвоздь в их гроб. А дизайн, то, что они сделали с Галантом и с Лансером, — это чистой воды преступление. Ну, а вот это вот, Магомед, вот это, простите, что перебиваю, агония, когда они, в конце концов, устаканились, сказали, да, может быть, действительно, у Лансера внешность, которая нравится европейцам, нам она не нравится, хорошо, черт с вами, вам нравится. И они эту морду Лансера натянули, в том числе, и на Кольт, получив саблезубого зайца. Это ужас. Притом, салон с их знаменитым вантусом, это же стало анекдотом на все века. Да, да, да. Чем думали их дизайнеры, я не знаю. Но я так чувствую, у них дизайнеры и маркетологи, может, они у нас на автовазе случайно учились. Ну, что-то наше, что-то родное все-таки тут есть, как-то близко веет. Ну, разглядясь, это типичное отечественное. Ну, и все-таки фирма Рольф, которая была поводырем на нашем рынке, держала их за руку и рассказывала, как и что делать, куда плыть. Про фирму Рольф вы уже сказали все, что нужно было сказать, Сергей. Учитывая, что мы с вами в некотором роде коллеги, в те, там, конец 90-х, начало 2000-х я служил в АПСИ. Ну, эту историю вы рассказали полностью. А, так вы тоже из тех, кто помнит, как это было? Да, 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 да. Ага. Ну, да, ну, в общем, поводырь тоже сыграл в русификации фирмы определенную весомую роль. Хотя поначалу, конечно, кабы не Рольф, да не было бы у нас никакого Митсубиси, померли бы давно уже. Да, 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 да. И опять же, благодаря Рольфу, я думаю, Митсубиси получила хоть какой-то придых. Так, и вот история, которая была в начале вот этого года, когда специально под Рольф выпустили, вот несмотря на дизайнерский обмылок, 9-й Лансер, вот я думаю, что это был весьма впечатляющий шаг для Митсубиси. И главное, их даже на этапе, вот как только было объявлено, их все раскупили, еще до того, как их даже сделали. Ну, не менее значимым был, например, подход, когда именно под нас, в том числе под диктовку Рольфа, делали Pajero Sport. И вот был этот разговор по поводу того, насколько он должен не быть пикапом, делать ли сзади рессоры или пружины. И американцы-то получили Pajero Sport первого поколения на пружинах, на рессорах, а мы получили на пружинах. А поскольку у нас ребята дотошные, технические, скажут, слушайте, ну не понтово, когда сзади барабанные тормоза, даешь нам нормальные диски. И специально под нас это сделали. Да, я думаю, если бы они везде так сделали, как сделали под нас у них, я думаю, Pajero Sport очень даже замечательно продавался в Европе. Несмотря на то, что там нет по ничьи бездорожья, но там люди любят комфортную езду, и как бы там нужно ездить не только по прямым, как в Штатах. Это в Штатах у нас там дорога идет всегда по прямой, а в Европе, в принципе, так же, как у нас, они умеют делать повороты. Они вообще-то в Европу сунулись с этими машинами, и по Германии катаются пикапы L200, они там выполняют свои определенно строительные, коммерческие функции. Но в Европе очень тяжело конкурировать, там очень-очень серьезно все, и они все-таки в Европе делали ставку на маленький типоразмер. Они же не зря играли, например, с Мерседесом, чтобы у них получился совместный смарт. Они не зря на своем заводе Netcar в Голландии до последнего пытались сделать Colt, который уже, в общем-то, устарел. Они играли, как им казалось, по правилам Европы. А Европа любит маленький размер. Европа не любит маленький размер. Европа любит считать деньги. Да. А вот, к сожалению, Митсубиси туда пришла с мнением, что там будет точно так же все, как в Америке и в России. А в России и в Америке, так же, как в Эмиратах, деньги считают редко. Ну вот, кстати, Магомед, как они в Америку пришли? В Америку все японцы пришли, предложив дешевку за 3 копейки, способную перемещаться. А потом растопырили пальцы и сказали, да не, ну вы что, ребята, мы крутые. И этой крутизной попытались еще нас по углам погонять. Не получилось. Ну, как ни странно, Лексус уже получил. Сутое с Тойотой. Протом они одновременно продают дешевый вариант Тойоты и дорогой вариант Лексуса. По комфорту ничем не отличается от Мерседеса, хотя чуть-чуть дешевле. Вот насчет того, что у Тойоты в Америке получилось, а что нет, вот тут тоже не так все однозначно. В общем-то, Тойота молодец. На фоне Митсубиси у них получилось. Это да. Я в свое время, когда у меня был ФТО, захотелось чего-то побольше. Захотелось мне купить ГТО, которое GT 3000 в Европе. И нашел только американский вариант. Дольфстеллс. И я был поражен, что, грубо говоря, между этими двумя машинами общее только стекла. Все остальное абсолютно разное. Точно так же, как и повадки. Если в европейском версия ГТО управляется нормально, там, GT 2000, и праворольный управляется тоже хорошо. Я был поражен, когда сел в Доджстеллс. И только по прямым. Тем более, что европейство было еще полноприводным. Да, 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 да. Потому что 3000 ГТ у нас, она когда пришла, она была V-образная шестерка, автомат, полный привод. И это была ураганная машина. Это была такая Феррари для бедных, но она смотрелась-то как шикарно. Мало того, что смотрелся, она действительно ездила на... Даже, я думаю, лучше, чем Феррари. У меня есть знакомые, которые занимаются тюнингом. Я был одним из тех идиотов, которые вывел на улицу так называемых тритрейсеров. В начале 2000-х. И есть такой грешок, о чем до сих пор жалею. Вот. Есть люди, которые занимались тюнингом. Они, притом, вложив минимум средств, умудрились сделать ГТО, с которым... А, именно на базе Леворуни, европейской, ни одна Парша, ни одна Феррари не могла соревноваться. Они ездили вот на гонки не эти уличные, где на Жигулях в Сауди соревнуются. А они вот на серьезные, там где Феррари, Парша и так далее. Ну, Феррари туда притащить было довольно сложно, она просто была очень дорогая все-таки. 3000 ГТ это был входной билет за другие деньги. И вот результаты опроса. 77% слушателей Финам ФМ очень жалко, если фирма Митсубиси почит в Бозе. 23% приветствуют такое направление развития событий и считают, что помрет, так и пусть помрет. Отлично мы проживем всей страной без этого бренда. Я как раз на стороне тех, кому очень жалко, если фирма Митсубиси вдруг скончается. До завтра, до свидания.